Крупный план Андрей Леонидович, как это все организовано? Каким образом работа эта строится у вас? Как часто проходят консультации? Кого вы к ним привлекаете? Как предприниматели могут обращаться? Обратиться к нам достаточно просто. Все наши контакты указаны на официальном сайте. И, собственно говоря, периодически такие обращения мы получаем. Надо сказать, что мы темой кадастровой стоимости достаточно плотно и серьезно занимаемся уже порядка пяти лет. С момента, когда было введено налогообложение ряда объектов, исходя из кадастровой стоимости, когда она была по новым методикам определена. И в этом смысле торгово-промышленная палата несколько в профилактическом режиме ведет свою деятельность, строит свою работу. Мы целый ряд вопросов, которые могли бы возникнуть, отрабатывали превентивно. Это началось еще с момента формирования первого перечня объектов, которые облагаются, исходя из кадастровой стоимости. Мы тогда, собственно говоря, предложили вариант, чтобы перечень был на первом этапе невелик. И тогда была отсечка по цифре 2000 квадратных метров и больше. Мы отработали на этом примере перечня, собственно говоря, алгоритм работы по выявлению таких объектов, по корректировке этого перечня. Дальше произошло через некоторое время расширение количества объектов, начиная от 1000 метров. Ну и вот с этого года сформирован перечень уже от нуля, что называется. И на данный момент в этот перечень входит порядка 18 тысяч объектов, если я не ошибаюсь. И здесь мы также сейчас ведем информационную работу относительно того, что предпринимателям, которые владеют объектами недвижимого имущества, надо проверить сведения, которые об их объектах находятся в этом перечне. Он находится в открытом доступе на сайте Министерства государственного имущества Кировской области. Надо проверить, какая указана кадастровая стоимость, какие характеристики объектов. И в случае несогласия с теми или иными показателями, параметрами, можно в инициативном добровольном порядке уточнить и скорректировать. Соответственно, это все мы предпринимателям разъясняем, потому что мы знаем, какие прецеденты складывались изначально. У нас там были случаи, когда объект в Котельниче оценивался по стоимости квадратного метра дороже, чем в центре города Кирова. И такие ситуации приходилось урегулировать, поэтому подобного рода консультации, разъяснения бизнесу мы даем. Ну а если необходимо уже более серьезное сопровождение с точки зрения корректировки кадастровой стоимости, с точки зрения оценки ее соответствия рыночной или соответствия параметров, которые указаны, мы, конечно, здесь рекомендуем обращаться в специализированные организации, в первую очередь к тем, кто является членами торгово-промышленной палаты, ну и в частности к компанию «Актион», которая эти услуги оказывает профессионально. Наталья Александровна, во-первых, вот та как раз история, которую мы с вами уже обсуждали, да, о том, что нужно заранее позаботиться. Во-вторых, расскажите вот о своем опыте сотрудничества, как это происходит. Вы советник Вятской торгово-промышленной палаты. Ну, если раз мы затронули вопрос кадастровой стоимости, и она у нас начисляется на основании сведений, которые содержатся в Росреестре. То есть те документы, которые были изначально оформлены, эти сведения были оцифрованы и занесены туда. Но все люди, все могут ошибаться, и, соответственно, не совсем и всегда корректные сведения бывают занесены. Из этого, соответственно, и сумма налога могут варьироваться как и в большую, так и в меньшую сторону. Поэтому я всегда рекомендую, прежде чем там, многие же у нас шашкой на голову прямо в суд идем, протестовывать стоимость. Но задайтесь анализом своих документов, посмотрите, все ли у вас корректно, всех ли сведений не хватает. Можно же подать там заявление и внести какие-то тех ошибки и исправить. Можно на основании документации через Росреестр исправить. А тем самым, анализируя документы именно для дальнейшего налогообложения, можно исправить ошибки, избежать внимания муниципального надзора, проверок пожарной инспекции, Роспотребнадзора. Тут очень можно многое объять. И, соответственно, вот с такими вопросами обращаются. Иногда, обращаясь с одним вопросом, получает приятный бонус снижения кадастровой стоимости и, соответственно, снижения налогов. — А если говорить о том, как сотрудничество с Вятской торгово-промышленной палатой... — Ну, мы принимаем участие и в круглых столах, когда бывает по определенной тематике. Члены Вятской торгово-промышленной палаты приходят на консультацию и звонят. Никому не отказываем, всем помогаем разобраться со своими вопросами. — А вообще, Андрей Леонидович, вот сейчас мы говорили о кадастровой стоимости, да? А вообще, какие чаще всего проблемы вот в этой сфере предпринимателей волнуют? — Ну, в первую очередь, конечно же, это вопрос налогообложения, да? Потому что, когда у тебя завышенная кадастровая стоимость, вдруг ты обнаруживаешь ее, значит, у нас сейчас ставка 1,2% для юрлиц и 1% для физлиц. Для некоторых объектов это становится достаточно серьезным временем, да? С точки зрения нашей деятельности, ну вот, просто, опять же, там, пример конкретный приведу. В период пандемии действия ограничительных мер, да, торговые центры в городе Кирове, в регионе, которые, там, фактически не работали, были закрыты больше двух месяцев, мы вели переговоры с правительством области относительно того, чтобы за этот период, по крайней мере, там, налог на имущество, которое исчисляется как раз, исходя из кадастровой стоимости, с них не взимался. Ну и, собственно говоря, в июльскую сессию ЗАГСобрания этот законопроект должен будет быть принят. Мы вели работу над текстом с точки зрения формулировок, и, там, за три месяца, пока действовали ограничительные меры, налог взиматься не будет. Не все собственники об этом знают, поэтому это такая, вот, как я сказал, превентивная работа, когда проблемы или, там, ситуации различные разрешаются еще до того, как они стали, там, актуальными. Что касается основного объема вопросов, ну, мы понимаем, что в этом году это будут вопросы, связанные с тем, что для многих это вообще станет неожиданностью. Если пока перечень формировался, исходя из, там, объектов от тысячи метров и выше, налог на имущество практически у всех там был, то расширение перечня объектами от нуля метров и выше приведет к тому, что для значительного количества предпринимателей этот налог вообще возникает впервые. Те, кто находился на специальных режимах налогообложения, в первую очередь упрощенка, у них такого налога не было, и сейчас он у них появляется. Причем надо понимать, что у юрлиц, он уже появился в этом году, и они получают уведомления от налоговой. А по физлицам ситуация будет интересной. Они уведомления об этом налоге получат в сентябре следующего года, потому что физлица, а индивидуальные предприниматели в данном случае относятся к ним, они получат уведомления о налоге, собственно говоря, в налоговую компанию следующего года, потому что уплачивается за предыдущий год. И вот здесь очень непредсказуемая, а скорее даже предсказуемая история, потому что не обратив внимания в этом году на кадастровую стоимость, которая сейчас занесена в реестр, в следующем году они получат налог уже исходя из нее, и скорректировать ее не смогут. Поэтому сейчас основной объем вопросов, и мы ведем эту деятельность со средствами массовой информации в рамках своих мероприятий, это действительно ознакомиться с этим перечнем, оценить, насколько занесенные туда параметры помещений соответствуют действительности и при необходимости их скорректировать. А здесь уже, как Наталья Александровна сказала, возможности различные. от проверки на соответствие реальности документов, что мы видим ситуации, когда не указан материал, не указаны просто ключевые параметры, и из-за этого стоимость может быть действительно значительно завышена. Да, Наталья Александровна, давайте поясним предпринимательное, что внимания обращать и что делать. Ну, если касаться там, например, этих же зданий, да, во-первых, должен быть указан правильно родительский кадастровый квартал, должен быть адрес, должны быть привязка к земельному участку, потому что у нас все-таки, особенно в городе, от местоположения очень сильно зависит величина стоимости, материал стен, этажность. Если это помещение, то должно обязательно быть указано, на каком этаже помещение расположено, в каком здании. Ну, очень много таких характеристик, и это возможно внести только через изменения в Россию, эти же там технические планы, еще что-то. И часто еще вот у нас предприниматели очень много запросов в последнее время, ну, получат где-то, ну, непонятно какую консультацию, именно как раз ИП, не фирма, а ИП, и говорят, вот, у меня там числится торговый центр, переведи ко мне в производство, и я буду, знаю, что буду платить меньше. Но он не учитывая то, что на участке, на котором расположено его здание, еще куча других зданий, которые имеют торговое назначение, а участок один, а меня назначение здания, надо менять и назначение земельного участка, или делать его через запятую, такое сложное. И не всегда это правилами предусмотрено, которые разработаны в данном населенном пункте. Поэтому, ну, каждый должен заниматься своим делом, предприниматели должны зарабатывать деньги, мы должны анализировать их документы. И тогда проблем будет намного меньше, и даже нагрузка на суды уменьшится. Ну, на самом деле, нюансов масса. Значит, и, там, первичную оценку, я думаю, предприниматель может сделать сам, но если у него возникают те или иные сомнения, надо действительно обращаться в специализированные компании, потому что, ну, прямо скажем, вот эта ситуация, связанная с изменениями в этой сфере, передачей реестра из, там, Росреестра в БТИ, там, да, ну, там была масса вопросов с точки зрения качества поступивших материалов. По целому ряду объектов этого нет. У целого ряда объектов даже, там, целевое назначение не соответствует реальности, там, да. Поэтому здесь действительно лучше озадачиться, озаботиться этим вопросом сейчас. Насколько я помню, до конца сентября можно, там, внести изменения в этот перечень, подав в декларативном порядке. В случае же несогласия уже, там, с кадастровой стоимостью, например, ну, вот, опять же, там, до мая существовал только, по сути, единственный путь, это судебная процедура. Но мы весной, там, инициировали обращение в правительство области, в Минимущество о создании, там, специализированной комиссии по досудебному рассмотрению споров, связанных с кадастровой стоимостью. Правительство наше инициативу поддержало. В середине мая такая комиссия была сформирована. В нее входят и оценщики, представители торгово-промышленной палаты, представители министерства, полномочные по правам предпринимателей. И эта комиссия рассматривает заявления предпринимателей в том случае, если они не согласны с той кадастровой стоимостью, которая им определена. Это такой упрощенный способ, потому что судебная процедура – это время, расходы, собственно говоря, там, связанные с этим. Первое заседание комиссии уже состоялось, поэтому у предпринимателей такая возможность есть. В досудебном порядке, значит, обратиться. Но, обращаясь в комиссию, надо понимать, что надо приводить аргументы в защиту того, что вы имеете собственное мнение относительно своей кадастровой стоимости. Здесь, опять же, самостоятельно сформулировать. Крупные компании могут, у которых есть юротделы, которые могут обработать этот массив информации. Если же это небольшие объекты, то, опять же, лучше обратиться к специалистам. То есть не будет аргументом. Я считаю, что у меня должно быть меньше, это аргументом для комиссии не будет. Как и для суда, собственно говоря. Ну, вот еще хочу добавить, у нас по кадастровой стоимости и у физических лиц начисляется все. То есть они тоже должны… Скажу одно, что, особенно, у нас очень много же в городе гаражей, там кладовок и все. И когда передавали сведения из быты в кадастровую палату, ну, что бы, должны быть, ну, привязаны к какому-то району, у нас очень много гаражных кооперативов, местоположение привязано к театральной площади, к району, к центру. Гараж по факту, вот мы столкнулись, тут проверяли, находится где-то там ближе к простору, а кадастр и квартал, редактически, определен в районе театральной площади. Ну, соответственно, и стоимость начислена такая. Ну, тут-то точно надо, вот физическим лицам это только исправление документов, потому что, ну, если проанализировать стоимость подготовки отчета по протестованию стоимости, они своим налогом будут, ну, некоторые до пенсии возвращать эти деньги. Какие-то еще проблемы, Андрей Леонидович, может быть, или мы основные уже затронули? Ну, основные все-таки касаются, ну, для бизнеса основные проблемы – все, что связано с деньгами. Да, это логично и понятно, то есть основные вопросы – это завышение кадастровой стоимости. Прямо, скажем, ТСН, наверное, тоже сталкивалась с этим, там, часть предпринимателей говорит, что если государство считает, что мой объект столько стоит, пусть оно у меня его за эти деньги и купит, я с удовольствием продам, да, потому что у нас неоднократно и президент страны говорил о том, что кадастровая стоимость, по сути дела, должна быть максимально приближена к рыночной. А мы с вами понимаем, что сейчас происходит, да, рынок недвижимости достаточно серьезно видоизменяется, экономика в не самом лучшем, мягко говоря, положении, и рынок недвижимости, соответственно, тоже, а кадастровая стоимость была определена в прошлом году. Насколько вот она сейчас соответствует рыночной – здесь вопросы. Поэтому самое главное, что там предпринимателям надо сделать, это, еще раз повторюсь, не устаем мы это говорить на различных площадках, надо проверить и привести в порядок все документы. Вот хороший пример для понимания, там, да, вот все предприниматели прекрасно поймут, о чем речь. Коды АКВЭТ, на которые никто никогда не обращал внимания. Занесли когда-то, да, сейчас государство сказало, вот поддержка будет от них зависеть. И все сразу забегали, начали проверять у кого что, и оказалось, что, там, не обращая на это внимания, выпали из возможности получить меры поддержки. Вот точно так же, там, надо понимать ситуацию и с кадастровой стоимостью своего имущества. Казалось, что это где-то какая-то там виртуальная цифра, которая ни на что не влияет. По факту, еще раз говорю, если в этом году ее там не проверить, то физлицы, индивидуальные предприниматели в 2021 году получат уведомление на уплату налога в размере 1% от этой стоимости. И последнее, что хочу добавить по кадастровой стоимости, в этом году происходит переоценка земельных участков с категорией земли населенных пунктов, то есть это в черте населенных пунктов. И предприниматели, бизнесмены должны уже сейчас озаботиться о том, правильно ли у них оформлены документы и корректно ли им рассчитать кадастровую стоимость. То есть, озаботившись сейчас, они избавят себя потом от этих дальнейших хождений по мукам. То есть, вот, надо проверить вот так же, где-то, наверное, осенью будет вывешиваться предварительный отчет и нужно заскочить в последний вагон уходящего поезда и при необходимости внести изменения. — Вернуться хочу к бесплатным консультациям, с которых мы начали. Давайте еще раз поясним предпринимателям, Андрей Леонидович, то есть возникла у предпринимателя проблема. Он может позвонить вам, вы сведете его со специалистом, который даст такую консультацию, или как это организовано. И вообще вот эти консультации, они способны за один прием решить вопрос, или это какая-то долгая работа? — Ну, это зависит от состояния, собственно говоря, дел у предпринимателя, да, что называется. То есть, если ему, там, первичная консультация, это, по сути дела, там, мы ему рекомендуем зайти на сайт Министерства государственного имущества, значит, там расположен этот перечень, посмотреть, что в нем находится. Плюс есть специализированный ресурс, проверь налог.ру, да, и ты вводишь там кадастровый номер, он выдает тебе кадастровую стоимость при необходимости параметра. Если ты согласен, условно говоря, с этой кадастровой стоимостью, ну, в общем, на этом все, процедура заканчивается. — Если не согласен, нужен специалист. — Если не согласен, да, уже там зависит от того, насколько предприниматель готов сам поразбираться, либо он сразу обращается, там, к специалистам, к специализированной компании, значит, либо там сам разбирается. Универсальных ситуаций нет. Там, еще раз говорю, нюансов масса. Характеристики у объектов, там, если я не ошибаюсь, больше десятка характеристик учитывается, да, при определении стоимости. Поэтому по каждым из этих характеристик надо посмотреть, там, ее соответствие факту. Вот, поэтому по каким-то объектам сопровождаем долго, да, там, где-то даже в индивидуальные консультации с министерством, там, уходим, для того, чтобы разобраться. По каким-то все происходит достаточно быстро и понятно, да. Здесь, ну, такого, еще раз говорю, универсального ответа нет. И у меня есть ощущение, что пока значительная часть предпринимателей эти действия не предприняла. Вот, судя по тому, что нет массы обращений, пока еще никто на это внимание особо не обратил. Это необходимо сделать. А вот если говорить о районах области, понятно, что в Кирове, ну, большинство предпринимателей доступны специалисты и услуги в районах с этим сложно. Вот, Андрей Леонидович, организуете ли вы какие-то консультации, семинары в районах? И, Наталья Александровна, сразу вопрос, готовы ли вообще специалисты, вот, кировские, на такие консультации выезжать куда-нибудь, не знаю, в Подосиновец, в Лузу, например? Но мы всегда открыты для сотрудничества, и я без всяких проблем при необходимости выеду или в составе группы с ВТПП вместе, или отдельно еще с какими-то техническими специалистами. У нас это давно принято, что мы клиентам, что в Кирове, что где мы можем выехать на место, потому что удобнее иногда бумаг, надо чемодан везти, это не совсем удобно для заказчика. То есть мы выезжаем. Ну, на мой взгляд, и по моей оценке, здесь особых различий, скажем так, между местоположением предпринимателя особо нет. У нас сейчас средства связи позволяют коммуникацию осуществлять в любом формате, и прямо скажем, в районах, ну, по моей, опять же, оценке, там проблем меньше, потому что, ну, просто объектов меньше. И там органы исполнительной власти много сговорчивее. Они, что называется, на земле видят, да, это по Кирову, там не определишь, у нас были ситуации, когда там торговый центр числился как производственный цех, и много лет осуществлял так свою деятельность, как бы, да. В районе там сложно это, в общем, скрыть, там все друг друга знают. Поэтому мы оказываем консультации в дистанционном режиме, и, собственно говоря, пандемия тут нам спровоцировала... Развитие этого результата. Да, такую повышенную активность в этом формате. Но там с улучшением эпидемиологической обстановки, я думаю, что мы вернемся и к формату очных встреч. У нас были планы на 2020 год по целому ряду выездов в районы, потому что масса изменений происходит в сфере предпринимательства, касающихся не только кадастровой стоимости, а в принципе правил игры. Да, надо понимать, что там с 2020 года отменяется ЕНВД, и предпринимателям надо уже сейчас там сориентироваться, как они будут действовать. А с учетом мер поддержки, которые государство оказывает, да, там, и обязательства, которые предприниматель берет на год вперед, надо понимать, что там переход на другой режим налогообложения может достаточно серьезно изменить ситуацию. И эти обязательства надо будет все равно выполнять. Поэтому планы у нас эти остаются. Мы надеемся, что там в осенний период деловой активности ограничений по подобным формам взаимодействия не будет. И мы, конечно, в том числе вопросы кадастровые стоимости, вопросы, связанные с недвижимостью, будем поднимать. Потому что, еще раз повторюсь, для многих это совершенно неизвестный налог, который у них внезапно появится. И вот, если говорить о превентивных мерах, да, как раз вот те самые семинары и круглые столы, о которых уже говорилось, это тоже, наверное, важный пункт, да? А можно еще, Мария, добавлю? Да, законодательство действительно в отношении бизнеса очень сильно меняется. Но в любом случае, в любой деятельности задействованы активы. Что земля, здание, помещение, неважно, какой это объект недвижимости. И чтобы осуществлять эту деятельность, спокойная документация, любая должна быть в порядке. То есть, вот услуги таких специалистов, как мы, они всегда, если бизнес правильно мыслит, они должны быть востребованы. Просто многие делают это там своими силами. И потом иногда больше проблем приходится решать. Заканчивается время нашей программы. Давайте подведем итоги. Может быть, еще раз проговорим, да, как действовать предпринимателем. Я начну, вы мне поможете. Все, что я услышала. Чтобы получить бесплатную консультацию или вообще направление, как двигаться дальше, предприниматели могут обратиться в Советскую торговую промышленную палату. Промышленная палата направит их к специалистам или на определенные сайты. Консультация может как полностью помочь решить проблемы, так понять, как двигаться дальше. Конечно, консультации доступны не только жителям Кирова, но и жителям районов. Помогите мне, что еще важное мы сказали. Да вроде все сказали. Ну, я бы просто сказал, что надо понимать, и последние, опять же, там, ситуации показали, что в делах должен быть порядок. Вот во всех делах, которые там... Может, этим решаются все проблемы. Все, что мы говорим на протяжении всех этих программ с Натальей Александровной. И, надеюсь, это будем услышаны. Ну, а мы готовы, соответственно, эти дела в порядок привести. Спасибо большое за эфир, Наталья Александровна. Андрей Леонидович, доброго дня всем слушателям, доброго дня нашим гостям.